МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В легкоатлетическом манеже продолжается оснащение профессиональным оборудованием. Специалисты завершили установку информационного табла. Городская администрация недовольна качеством новой пешеходной дорожки по улице Центральная. А на Вяткино опасный тротуар сегодня переделали. Подлежит демонтажу. Коммунальщики разыскивают собственника незаконной постройки на Аскизской 218. Жители жалуются, что шалаш облюбовали маргиналы. Клянусь достойно носить форму. Сегодня у Бакани более 100 детей вступили в ряды кадетского движения. Они пополнили корпус будущих спасателей МЧС. Здравствуйте! В эфире телеканала Абакан-24 информационная программа «Сегодня» в студии для вас работает Ольга Могучая. Главная новость дня. Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно этому документу, вооруженные силы планируются призвать порядка 300 тысяч жителей страны. Как подчеркнул Владимир Путин в своем заявлении, необходимость частичной мобилизации обусловлена крайне протяженной линией вооруженного соприкосновения российской армии с ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, мобилизации подлежат граждане, прошедшие военную службу, имеющие воинские учетные специальности и реальный боевой опыт. При этом, как отдельно отметил министр, мобилизация не коснется студентов и военнослужащих срочников. Также в соответствии с законом, не подлежат призыву граждане ограниченно годные к службе. Общий объем призыва всего 1% от мобилизационного ресурса. На всех уровнях власти сегодня призывают жителей страны воздержаться от паники и от того, чтобы торопить события. Мобилизация не одномоментна, она будет проходить в плановом режиме. Кроме того, призванные граждане пройдут переподготовку в течение нескольких месяцев, а основная их роль во время боевых действий будет сведена к контролю уже освобожденных территорий Донбасса. Уважаемые абаканцы, сейчас наша с вами задача объединиться и ни в коем случае не допускать панических настроений. Доверяйте только проверенным и официальным источникам массовой информации. Продолжаем программу. Плохой асфальт в Красном Абакане. Городская администрация недовольна качеством новой пешеходной дорожки по улице Центральная. Дорожные работы, выполненные этим летом, не приняты мэрией. Подробности в следующем материале. Жилой район Красный Абакан активно застраивается. Соответственно, здесь увеличивается и количество проживающих. Школьники, мамы с колясками, велосипедисты, жители Красного Абакана давно мечтали, чтобы на этом участке появился новый комфортный тротуар. И вот, наконец, свершилось. Старт благоустройству был дан в 2021-м. Но дорожные работы затянулись на два года. По словам староста жилого района Ольги Глушяковой, в прошлом году подрядная организация долгое время отсыпала основу асфальтового покрытия. Люди были недовольны и скоростью, и качеством выполняемых работ. В итоге в 2022-м подрядчик сменился. Строители уложили асфальт. Казалось бы, можно жить, дорадоваться новым пешеходным дорожкам. Но нет. Собственно, вот кусок асфальта, отвалившийся. Он у меня в руках, и мы видим, насколько все легко разламывается. Посмотрите. Он нам очень необходим. То есть много жителей уже здесь проживает. Очень много было обращений и просьб. Поэтому вот мы второй год смотрим, как это все строится, как это все делается. Мы рады в любом случае, что строительство осуществляется. Но насколько оно качественно сделано, вот это уже другой вопрос. У градостроителей много вопросов и большие претензии к качеству асфальтового полотна нового тротуара по улице Центральная. Дорожный объект в мэрии не приняли. Сегодня на штабе, в департаменте градостроительства, специалисты обсуждали дальнейшие действия. Впереди экспертиза. У нас есть претензии к качеству асфальтового покрытия тротуара. На этой неделе проведем вырубку и произведем лабораторные исследования. Если асфальтовое покрытие соответствует норме, мы примем. Если не соответствует, подряд мы обязаны будет исправить некачественную работу. Или мы не примем, и все. Это будет подорогой. Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. Между тем, сегодня коммунальщики спецавтобазы ЖКХ выполнили реконструкцию участка тротуара на Вяткино-29. Они приподняли его над проезжей частью улицы. Обычно в этом месте после обильных дождей скапливались лужи, и пешеходам приходилось обходить их прямо по дороге с риском для жизни. Теперь эта проблема решена. Одной проблемой для пешеходов в Абакане меньше. Участок тротуара между проезжей частью и автопарковкой у здания на Вяткино-29 сегодня оделся в новый дополнительный слой асфальта. Получилась своеобразная искусственная неровность. Сделана исключительно для безопасности и комфорта горожан. Эти работы связаны с тем, что после обильных осадков в данном месте постоянно образовывалась лужа. То есть пешеходы, чтобы перейти данный участок, выходили на проезжей частью, чтобы было небезопасно, чтобы могло привести к ДТП. В данном месте была самая нижняя точка, можно так сказать, и где скапливалась вода. Чтобы от этого избежать, чтобы вода уходила в другой месте, то есть там рядом есть водопоглощающий колодец, мы этот участок приподняли. Эти работы в рамках муниципального задания по текущему содержанию уличной дорожной сети города выполнили коммунальщики спецавтобазы ЖКХ. И теперь обходить лужи на Вяткино пешеходам больше не придется. Самый большой экран в республике. В Абакане продолжается оснащение профессиональным оборудованием легкоатлетического манижа. На этой неделе специалисты завершили установку большого информационного табло, идут подготовительные работы и для укладки покрытия. Сегодня глава Абакана провел выездное совещание на спортивном объекте. Алексей Лемин подчеркнул, что в манеже созданы все условия для проведения соревнований, в том числе и международного уровня. Подробности далее. Одна бригада специалистов на объекте сменяет другую. Ровно неделю назад здесь проверяли, как манеж может звучать. После монтажа аудиосистемы с широким покрытием. Для того, чтобы звук беспрепятственно проходил по всей площади легкоатлетического манежа, а вся информация была четко слышна, установили 117 колонок. Необходимо это для соревнований и тренировочного процесса. Нынешняя группа же специалистов занимается подготовительными работами по укладке покрытия. Начиная с сегодняшнего дня у нас подрядчик, а даже точнее субподрядчик фирмы «Магнум» приступает к подготовительным работам по укладке покрытия. Основная задача – это шлифовка существующего покрытия. И мы ожидаем где-то, наверное, в середине октября само спортивное покрытие. И начиная с этого момента подрядчик и субподрядчик у нас приступают к монтажу укладки покрытия. Эти работы подлятся где-то порядка месяца. Фронт работы очень большой, но наш подрядчик к этому готов. Сроки у нас сжатые, но мы идем по графику. Согласно строительному контракту, составляющая легкотретического манежа имеет сертификацию высшего уровня. В том числе и покрытие. Таким образом, есть и основания проводить соревнования и международного уровня. Спортивное покрытие у нас импортное, оно из Китая. Оно сертифицировано для любых соревнований, в том числе международных. Это покрытие мирового уровня. И точно так же все оборудование для манежа, которое мы закупаем, оно сертифицировано ИАФ. Это Мировая Федерация Легкоатлетики. И мы можем здесь проводить вплоть до международных соревнований. Главным же событием этих строительных дней стала установка большого информационного табло, размер которого не уступает тем, что действует на мировых спортивных аренах. В Легкоатлетическом манеже пополнение. Большое информационное электронное табло, куда будут вводиться в будущем результаты спортсменов. Основные дисциплины, которые проводятся в дни соревнований. Простыми словами, это самый большой телевизор в республике с разрешением 4К. Константин Аникин, Артем Амзараков. Новости. Чистый воздух в Абакане. Сегодня представители проектного офиса этого национального проекта посетили столицу Хакасии. Дело в том, что Абакан наряду с Черногорском и соседним Минусинском включен в состав городов-участников эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Это одно из направлений работы нацпроекта «Чистый воздух». Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мемориал воинской славы на горе Самохвал – это одна из самых высоких точек Абакана. И отсюда смог, опускающийся на город, виден лучше всего. Именно смог – та причина, по которой в Абакан пожаловали представители проектного офиса нацпроекта «Чистый воздух». В столице Хакасии, а вместе с ней Черногорский Минусинск, к решениям правительства России попали в федеральный эксперимент по квотированию опасных выбросов. Это связано с высоким уровнем загрязненности атмосферного воздуха, проблемой, с которой Абакан столкнулся в последние годы. Собственно, если говорить про источники выброса, основных – это три. Это транспорт, никуда не делся. У нас где-то на 130 тысяч взрослого населения 100 тысяч официально зарегистрированных автомобилей. Мы тоже там впереди планеты всей. А второе – по промпредприятиям я сказал, что промпредприятия на территории города практически нет крупных и оказывающих негативное влияние. Так сложилось у нас мелкие МСП, не более того. И девять разрезов, которые у нас расположены непосредственно в близости от города. Основная цель эксперимента по квотированию к 2030 году – сократить количество выбросов вдвое по сравнению с 2020. Первоначально в эксперименте участвовали 12 городов, теперь к ним присоединились еще 29, в том числе и наш город. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для Абакана проект стартует с 1 сентября 2023 года. Однако подготовка уже началась. Задача комиссии, которая приехала в Хакасию сегодня – оценить реальное положение дел. Она будет работать на юге Сибири в течение двух дней. Подробнее об этом расскажем завтра в эфире канала «Абакан-24». Глава Хакасии назначил нового заместителя по социальному блоку. С завтрашнего дня министр национальной и территориальной политики Республики Михаил Побызаков будет курировать в региональном правительстве Министерства социального блока. Как сообщает пресс-служба Серого дома, кандидатура нового заместителя главы Хакасии будет вынесена на ближайшую сессию Верховного Совета для обязательной процедуры согласования с депутатским корпусом. С 22 сентября до назначения нового руководителя Миннацполитики Хакасии временно исполнять его обязанности будет заместитель министра Лев Сафьянов. К происшествиям в Абакане водитель сбил ребенка и скрылся. Трагедия произошла накануне вечером на улице Чехова. Шестилетний мальчик находится в реанимации. Он играл в частном секторе возле проезжей части. Рулевой, сбив ребенка, уехал, даже не оказав ему первую помощь. По информации ГИБДД, в результате оперативно-розыскной деятельности инспекторы нашли виновника. Им оказался 53-летний мужчина. Пострадавший ребенок находится в Абаканской больнице. Врачи борются за его жизнь. По факту ДТП проводится проверка. В 2022 году на дорогах Абакана произошло более 50 ДТП, в которых пострадали дети. 17-летний мотоциклист спровоцировал аварию в Черногорске на нерегулируемом перекрестке. Студент Абаканского колледжа на мотоцикле не уступил дорогу Тойоте Равчетера. Виновник аварии получил перелом голени. Выяснилось, что он без спроса матери взял мотоцикл и поехал кататься. Транспорт ему купили родители весной этого года и разрешали ездить на нем только за городом. Отцу мотоциклиста выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. А в Усть-Абаканском районе не удалась попытка обгона. Это произошло на трассе Абакан-Ак-Давурак. Мужчина на Хонде не справился с управлением. Машина слетела в кювет и перевернулась. Пострадала 34-летняя пассажирка. У нее травмы головы, дисторсия шейного отдела позвоночника. Водитель пояснил полицейским, что хотел обогнать впереди идущий автомобиль. Выехав навстречу, понял, что не успеет этого сделать. Попытался затормозить и на мокром асфальте потерял управление. В Арджонетизовском районе пожилая женщина сама спалила свой дом и едва не погибла в огне. А все из-за того, что небрежно оставила зажженную сигарету. К счастью, один из местных жителей увидел дым и, долго не раздумывая, вывел пенсионерку на улицу. Кроме этого, в минувший вторник в Черногорске замыкание проводки стало причиной возгорания в Ремянке, на дворной постройке и бани. А в Абаканском дачном массиве из-за неисправности загорелся легковой автомобиль. Еще пять случаев возгорания были связаны с мусором. Более 300 миллионов рублей выплатили родители-алименщики Хакасии с начала года. Это больше, чем в 2021 году. Как сообщает Пресс-служба судебных приставов республики, чтобы взыскать с родителей долги, приходится накладывать арест на имущество, запрещать выезд за границу и регистрационные действия. На сегодняшний день покинуть пределы страны не могут более 2000 должников-алименщиков, проживающих в республике. У 500 неплательщиков нет возможности распоряжаться в полной мере транспортными средствами. У стольких же арестовано имущество. Как отметили приставы, зачастую только такие суровые меры заставляют матерей и отцов выплатить деньги на содержание собственных детей. Далее прервемся на рекламный блог, затем продолжим обзор событий дня. Свершилось! Мы вернулись к прежним ценам. Теперь подушки, одеяло, пледы, постельное белье, полотенца стоят дешевле. Так цена постельного белья на четверть ниже, чем у онлайн-продавцов. Дом текстиля. На перекрестке Кировая Рыгина, 21. Павильон Текстиль. На китайском рынке, рядом с отделом ковры. Профессиональный подход к стирке ковров. Специальное оборудование и уникальные технологии. Организуем бесплатную доставку. Мы вернем вашему ковру первозданный вид. Клининговая компания «Чистый дом». 264646. Реклама. Подлежит демонтажу. Коммунальщики Абакана разыскивают собственника постройки, расположенной у капитальных гаражей рядом с домом на Асхийской 218. Дело в том, что в администрацию города обратились жители района. По их словам, в этом строении временами собираются люди без определенного места жительства. Как удалось выяснить специалистам, данное сооружение возведено самовольно. Это строение в проезде между улицами Аскизская и Пирятинская попало в поле зрения специалистов мэрия Абакана после обращения местных жителей. Они пожаловались на некий шалаш, в котором регулярно, сменяя друг друга, собираются подростки и маргиналы постарше. Как признаются коммунальщики, найти это сооружение удалось не сразу. Шалашом его не назовешь. Построено оно более основательно. С кровлей и дверью. С кирпичом и монтажной пеной. Понятно, что вот эта конструкция сооружения, ну другое слово здесь просто трудно подобрать, а задача логородские коммунальные службы. Дело в том, что установлено оно здесь без какого-либо разрешения, и как следует из вот этого уведомления через месяц будет демонтировано. Но на первом этапе коммунальщикам нужно закрыть доступ внутрь помещения для посторонних, для подростков или лиц без определенного места жительства. Впрочем, начали сегодня рабочие спецавтобазы ЖКХ вовсе не с этого. Первым делом им пришлось разобрать стихийную свалку, которая образовалась рядом. Надо признать, неизвестные устроились со вкусом. Старые диваны, кресла, офисный стул. И куча мусора вокруг. Как выяснили специалисты, эту пристройку к стене капитального гаража возвел некий предприниматель. Какое-то время он хранил здесь вещи. Дверь по-прежнему на замке, только сорвана с петель. Особых надежд, что владелец постройки найдется, коммунальщики не питают. Но такова предусмотренная законом процедура. То есть на сегодняшний день данное сооружение перекрыт вход в него, для того, чтобы туда не могли зайти какие-то посторонние лица, дети и так далее. В дальнейшем мы предоставляем право собственнику, либо лицу, установившему данную конструкцию, то есть произвести демонтаж. В случае, если до 21 октября собственник или лицо, которое построило, скажем так, данную конструкцию, не найдется, данное сооружение будет демонтировано силами городских служб. На период, пока специалисты администрации Абакан ведут поиски владельца, вход в это сооружение надежно запечатали. Коммунальщики спецавтобазы ЖКХ к вопросу подошли основательно. Они приварили к стенам, привезенной с базы, старое дорожное ограждение. Выломать их будет трудно. Бригады врачей и станции скорой медицинской помощи Абакана теперь в определенной мере защищены от агрессивных пациентов в рамках межведомственного взаимодействия Росгвардии и скорой у медиков появилась тревожная кнопка вызова. Она запрограммирована на планшет. Доктор может экстренно нажать ее, находясь в автомобиле, на улице или, допустим, дома у пациента. Как это будет работать, покажем далее. Зарежу! Стоять же в пыле! В роли злоумышленника сегодня сотрудник Росгвардии. Но врачи скорой с многолетним стажем не считают, что он переигрывает, потому что такие ситуации или им подобные периодически происходят. Александра Баргаякова работает 35 лет, Мария Брейда – 20. И в их профессиональной деятельности опасные ситуации возникали не раз. Тревожная кнопка, нажимаем, кнопка тревога, нажимаем и удерживаем. И сигнал пошел для сотрудников полиции. То есть этот планшет с вами и в квартире, и в подъезде, если у пациента? Да. Везде с нами. Здесь все данные пациента, мы вносим все данные. А постоянно у нас планшет-то работает? Нет, но есть интернет, будет кнопка «Работать». Да. Вот сейчас такая возможность появилась. А были ситуации, когда это могло бы вам потребоваться? В твое, если давно раньше выявили. Конечно, да. В степени степенера? В основном это драки, которые происходят, вот как вечером закрываются все развлекательные заведения. В основном это действительно массовые драки. И сбит, без сознания, лежит в крови повод к вызову. Чаще всего, конечно, на улице. Ну, бывает, сегодня. Да, они сразу нападают. Если бывает, что мы пьяного занесем, вот помогут. А он начинает без остальных, начинает уже здесь, ну, проявлять агрессивные действия. Ежедневно в Абакане в 18 бригад скорой помощи выезжают на линию. Профессия врачей экстренной службы, вне всякого сомнения, входит в разряд опасных. Они никогда не знают, кто или что ждет их по указанному адресу. Руководство скорой ведет статистику вызовов криминального характера, и она заставляет думать о безопасности врачей. Ну, по статистике, порядка 100 вызовов в месяц – это как раз вызовы, связанные с криминалом. То есть повод к вызову – побили, избили, ножевое ранение. И вот как раз, когда бригада скорой помощи выезжает на эти вызова, она точно не знает, что их ждет на месте вызова. То есть, как правило, это лица, находящиеся в алкогольном опьянении, либо под действием наркотических средств, психотропных веществ. И вот как раз на эти случаи мы путем вот этой тревожной кнопки обеспечиваем безопасность сотрудников. Светлана Побеляева, Василий Конзычаков. Новости. Вместе сделаем город зеленым. Эти слова могут стать девизом объединяющей традиции, которая появилась в Абакане в последние годы. Весной и осенью в разных частях республиканской столицы абаканцы с энтузиазмом высаживают деревья. Сегодня состоялась масштабная посадка деревьев в Красном Абакане. В районе кладбища номер 5, где и теперь появились 400 молодых сосен. В минувшей неделе красноабаканцы открывали сезон осенних субботников первыми, а на текущей неделе сезон осенних посадок. Вот на этой большой территории, на пересечении улиц Центральная Декабристов, будет высажено сегодня 400 молодых сосен. У нас очень прекрасный день. Мы вышли всем своим активным составом. Помогают опять нам одни практически те же люди, самые активные, самые рьяные. Это у нас и волонтеры серебряные, и школа, и активисты нашего ТОСа, КДЦ Красный Абакан. Сегодня мы действительно садим 400 сосен. Это уже второй этап посадок, потому что весной здесь уже 400 сосен было высажено. Мы сейчас обновляем те, которые, к сожалению, погибли, и еще дополняем, так скажем, новыми. Сегодня парковое хозяйство подготовило нам посадочный материал, лунки, предоставило лопаты. То есть, по сути, нам остается совсем немножко посадить дерево. Будет завтра это все полито, и мы будем радоваться. Через несколько лет у нас появится свой собственный сосновый лес. Но мы, как волонтеры, всегда готовы помочь Красному Абакану, поэтому участвуем в посадках. Делаем наш город зеленым вместе, да? Конечно, конечно, волонтеры в первую очередь. Живем в Красном Абакане, получается, уже 16 лет. И, видимо, это традиция садить деревья, выходить, помогать. И всем так желаю, чтобы приходили, помогали. Смотрите, как красиво. Со временем здесь вырастет целая березовая роща, и участники сегодняшнего мероприятия, бывая, здесь будут вспоминать этот сентябрьский погожий день, когда вместе дружно высаживали деревья. Мы украшаем свой район свежим воздухом, чтобы дышать, а то все на наш район. Бочку катит, что у нас из-за нас. Тут, видите ли, город страдает. Вот мы и стараемся для экологии. Как вы откликнулись, как узнали, что будут садить сосны? Староста у нас, есть у нас в Красном Абакане свой чат. Она выставила, и вот мы тут как тут. В сегодняшней высадке деревьев, кроме серебряных волонтеров, принимают участие и школьники, ученики 23-й Абаканской школы. Вот вы пришли помочь старшим, да? Да. Я 23-й школы, учусь в 9-м классе. Пришла сажать деревья, помогать. Ребята, прежде чем посадить дерево, нужно подготовить лунку, чтобы лунка была достаточно глубокой. Садили дерево, немножечко его притаптываем и засыпаем землей, чтобы был притвольный круг. Лунок сохранился, чтобы потом при поливе дерево получило необходимое количество влаги. Потому что если притвольного круга не будет, вся вода будет стекать в стороны, и дерево просто погибнет от засухи. Вот и все. Нам нравится это дело, хотим внести пользу в наш район, чтобы было красиво, также пообщаться с ребятами. Первый раз высаживаешь деревья или как-то ты живешь в частном доме? В частном доме живу, деревья высаживаю не первый раз было, а такое, что в школе высаживал дома. Так что опыт имеется. Сезон осенних посадок пролится в Абакане более месяца. Он завершится в конце октября. И за этот период времени в разных частях города будет высажено порядка 4 тысяч молодых деревьев. Светлана Побеляева, Артем Амзараков, Новости. Вместе ради детей делегация из Абакана принимает участие в 23-м Всероссийском форуме в Кемерове. Именно там сегодня собрались педагоги, психологи, специалисты управления образования регионов и городов России, чтобы вместе поговорить о доступной и качественной помощи самым юным гражданам нашей страны. Возглавляет команду из нашего города заместитель главы Абакана по социальным вопросам Татьяна Карташова. Наблюдать, как проходит форум, можно онлайн на сайте мероприятия. Сегодня на открытых площадках выступили педагоги из столицы Хакасии. Наши соседи Кузбасс встречают участников форума со всей России «Вместе ради детей». Это площадка мнений, проектов, инноваций в области образования и, конечно, общения коллег и единомышленников. Психологи, педагоги со всех регионов приезжают на форум «Вместе ради детей». Сегодня в Кемерово торжественно открылась пленарная часть мероприятия. Дальше – практические встречи и доклады участников. Темы дискуссии от нашего города – взаимодействие родительского сообщества и субъектов профилактики. Семья и школа против буллинга. Психологический аспект благополучия и гармоничного развития ребенка. И другие актуальные сегодня проблемы. Делегация из Абакана – это опытные педагоги, психологи, специалисты городского управления образования. Возглавляет команду заместитель главы города по соцвопросам Татьяна Карташова. На форум коллеги из Абакана приехали с накопленным опытом работы по созданию доступной и качественной помощи детям. На сайте форума уже размещены видеоматериалы по темам «Особый ребенок», «Путь его развития», «Школьный правовой театр», а также «Время творчества». Форум в Кемерово проходит с 21 по 23 сентября по возвращению в Хакасию. Делегация готова поделиться впечатлениями и рассказать о приобретенных знаниях и новых формах сотрудничества с коллегами из других регионов России. Завтра в Абакане пройдет традиционная акция «2022 секунды чтения этностихия». Ее ежегодно проводит Абаканская централизованная библиотечная система. В течение 2022 секунд или 33 минут участники акции будут читать стихи на языках народов, проживающих на территории Хакасии. Проект посвящен Году культурного наследия народов России. Организаторы приглашают горожан принять участие в акции, выразить свою любовь к Хакасии и к родной земле в стихах. Можно прочитать произведения собственного сочинения или стихи известных поэтов. Это можно сделать на нескольких площадках. В библиотеке номер 14 в Красном Абакане, в филиале номер 9 на Астафата, в юношеской библиотеке «Ровесник» и «Стоки» на Нижней Согре и в филиале номер 13 на Торосова. Клянусь достойно носить форму. Сегодня в Абакане более 100 детей вступили в ряды кадетского движения. Они пополнили корпус будущих спасателей МЧС и вместе с опытными наставниками будут постигать основы этой важной профессии. В нашем городе кадетские классы есть в нескольких образовательных учреждениях. Ребята учатся по специальной программе, в их расписании больше уроков истории, географии, точных наук, а также в неурочной деятельности. Сегодня кадеты давали клятку и получали погоны на плацу главного управления МЧС России по Хакасии. Гордость, радость приполняет сердца всех, кто пришел на торжественное построение. Мальчишки и девчонки из абаканских общеобразовательных учреждений получают погоны кадетов. Всего 160 учеников. В Абакане такие классы открыты в 12, 3, 5, 2 и 29 школах. Сегодня ребят приветствуют их наставники, сотрудники главного управления МЧС России по Хакасии. Очень рад вас всех видеть. Очень горжусь, что вы такое для себя решение приняли. От всей души благодарен вам и вашим учителям, которые ведут и будут вести вас по учебе и по жизни. После торжественной церемонии начинаются показательные выступления. Кадетские классы уже несколько лет открыты в регионе. Под крыло ребят берут разные силовые структуры – ФСБ, Росгвардии, МЧС. Это ученики из кадетского класса Устябаканской школы. Их можно назвать полноценными коллегами спасателей республики. Ребята обладают хорошими навыками по спасению человека. Знают, как себя вести в экстренной ситуации. Возможно, некоторые из них в будущем пополнят ряды спасателей МЧС России. Часа в 12-й школе. Зовут Кира. Сейчас должна уже выходить. Как за дочь не волноваться. Как вы думаете, чему ее здесь научат? Ну, я думаю, самому лучшему все-таки. Очень хочется ребенку, очень нравится это. Поэтому решили разнравиться, пусть идет. Вы думаете, он будет спасателем в будущем? Думаю, да. Похоже, что да. Ты сегодня счастлив? Да. Почему? Потому что я получил погону. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, ты готов стать спасателем? Я думаю, что да. Какие качества главные у спасателя? Отвага, честь. Потому что тут образование лучше. И будет возможность больше поступить на какую-нибудь работу. А какую работу? Ты кем хочешь стать? Пока что не знаю. А спасателем? Можно. Скажи, пожалуйста, у тебя сегодня какое настроение? Хорошее. Как ты думаешь, что делают кадеты? Как твоя жизнь теперь изменится? Ну, буду спасать всех. И больше учиться? Да. А это подрастающее поколение кадетов. Пятиклассники учатся по специальному расписанию. У них больше часов истории, географии, точных наук. Есть занятия по внеурочной деятельности. Наставники, в данном случае региональное управление МЧС России по Хакасии, будет проводить занятия с детьми, организовывать экскурсии и мастер-классы. Но это все в будущем Абакан, торжественная присяга и вручение погонов. Дарья Казак, Андрей Оралов. Новости. В Абакане ввели двоевластие, но только на один день. Так называется статья, которая открывается в свежий номер газеты «Абакан». Журналист расскажет о дне стажера, который прошел накануне в городской администрации. Кроме того, еженедельник знакомит своих читателей с самой актуальной на сегодня информацией о происходящем в нашем городе, республике и стране. В городе увеличивается количество брошенных собак. Виновата осень. Делегация Абакана принимает участие в 13-м всероссийском форуме «Вместе ради детей». Рынок труда. Приходите за работой. Все это читайте в свежем номере газеты. Автошколы на грани закрытия. Ждем повышения цен на обучение. Новый интеллектуальный творческий центр открылся на Нижней Согре. В лицее начали обучать будущих педагогов. Об этом на страницах еженедельника. Кроме того, здесь же спортивная рубрика «Полезные советы на разные случаи жизни скандворта» и более 30 страниц самой актуальной информации. И на этом пока все. После блока рекламы и прогноза погоды не пропустите новый выпуск программы «Сделано в Абакане». На этот раз мы познакомим вас с работой предприятия «Абакан Вагон Маш». А я напомню, что еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале «Абакан24» и во всех социальных сетях. QR-код вы видите сейчас на своих экранах. Я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире.